Нафтогаз спадал новый изг Газпрома в стокгольмский арбитраж, говорится в сообщении компании. Контракт между Газпромом и Нафтогазом был заключен в 2009 году и будет действовать до 2019. Однако украинская компания настаивает, что в марте 2018 года тариф на транзит должен был быть пересмотрен в сторону увеличения в связи с изменением рыночной конъюнктуры в Европе. Даже отмечается, что тариф не соответствует европейскому уровню.В марте украинская компания уже обращалась к Газпрому и попросила повысить цену, но наткнулась на неконструктивную позицию российского монополиста, отмечается в заявлении. Нафтогаз оценивает свои потери с марта в 11,58 миллиарда долларов.Ранее 6 июля Газпром отчитался о своем имуществе в Великобритании по требованию британского суда. Среди прочего, ему принадлежат акции Nord Stream 2, находящиеся в залоге по привлеченным кредитам.4 июля Нафтогаз заявил, что суд швейцарского кантона ЦУК арестовал акции Nord Stream 2 и Nord Stream 2, принадлежащие Газпрому, в качестве обеспечительных мер по иску. Российский концерн в ответ объяснил, что имела место всего лишь приостановка вывода бумаг из-под ареста.28 февраля стокгольмский арбитраж, рассмотрев встречные иски Газпрома и Нафтогаза о поставках и транзите газа, постановил, что Газпром должен выплатить 2,56 миллиарда долларов за недопоставку оговоренных объемов. Газпром оспорил это решение, украинская сторона добивается его исполнения. Больше важных новостей в телеграм-канале Лен Пудне. Подписывайся.